Популярное движение пришло к нам из Японии. Косплей – это изготовление костюмов известных персонажей и переодевание в них. Молодежь этим направлением увлеклась. Сегодня в стране проходят фестивали и конкурсы среди косплееров. Одинцовский район в числе лидеров. На Танакай приехали участники из разных регионов России. Зрительный зал едва вместил всех желающих. В этот раз центр города принимает таких замечательных героев, персонажей различных мультфильмов, фильмов, игр. И сегодня собралось более ста участников, полный зал зрителей. И главное – это интерес людей, ребят, которые собрались здесь со всех уголков нашей России. Потому что не только Одинцово участвует, здесь участвуют и регионы, и различные города. Смоленск, Рязань, Тверь, Ярославль. То есть ближайшие города. Конечно же, Москва, Одинцово в первых рядах, Одинцовский район. Поэтому очень хорошо, что сегодня такое событие здесь, в центре Одинцово. И мы рады, что мы помогаем максимально раскрыть творческий потенциал ребят. У каждого конкурсанта в арсенале несколько образов. Алексей приехал из Москвы косплеем. Он занимается недавно, но уже не представляет себя вне игры. Мы же как бы крафтеры, то есть мы на заказ делаем что-то там. Вот, в принципе, главная реализация. Ну и интересно побывать в разных образах. Вот, благодаря вот этому костюму начал заниматься фехтованием, артистическим фехтованием, то есть историческим. Среди конкурсантов мы встретили Золушку. Девушке удалось максимально точно передать образ любимой миллионами героини. Кстати, в реальной жизни наша Золушка оказалась инженером. Для косплееров это свойственно. Люди технических профессий часто оказываются очень неординарными личностями. Не могу сказать, что у меня прям очень радужное было детство в школе, поэтому всегда хотелось стать или супергероем, или принцессой. Очнуться немножко в другом мире, не том, который происходит вокруг. А когда выросла, появилась возможность, и почему бы не осуществить такую милую детскую мечту. Почему же косплей так популярен среди молодежи? Все участники ответили единогласно. Он дает возможность выйти за рамки реальности, позволяет раскрыть свой творческий потенциал и попробовать себя совершенно в новом амплуа. Косплей дает в первую очередь творческое развитие, то есть это самовыражение. Ты сам себе шьешь костюмы, что ты делаешь. Обязательно там подбор идет материалов, ткани, макияж. То есть это охватывает очень большой спектр именно творческого плана, художественного. То есть здесь ты можешь быть и дизайнером, и визажистом сам себе, что называется, и мейкап, и все ты сам это делаешь. Ну, конечно же, это очень интересно, это очень занимательно. Потом, конечно же, себя показать. Кстати, среди одинцовских косплееров есть победители российских и международных конкурсов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».